МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожар на складе боеприпасов недалеко от Мариуполя потушен. Вчера огонь вспыхнул на поле и перекинулся на территорию воинской части. Там начали детонировать хранившиеся снаряды. С пламенем боролись всю ночь, и к утру его удалось одолеть. У следствия уже есть версия, по какой причине произошел пожар. Все подробности в материале Ирины Баглай. Так рвались снаряды вчера вечером в селе Новоинисоль. Населенный пункт в 40 километрах от передовой. Здесь не слышали звуки войны и не знали, как рвутся снаряды. А вчера, рассказывают жители, летела во все стороны. Стреляет, баба, стреляет. Дом Любови на окраине села Новоинисоль. Ближе всего к складам, где вчера все рвалось. Как только услышали взрывы, бабушка схватила трехлетнюю внучку в машину и выехала из села. Когда услышали, что все успокоилось, вернулись домой. Но лишь утром решили обойти двор. Дом цел, а вот в огород прилетели два снаряда. Спрятав отца в погреб, Юрий кинулся спасать дом от огня. Хотя вокруг свистело и рвалось. Надо было тушить, потому что горело вокруг. А вы кинулись тушить? Ну а куда? Вокруг дома все горит. Пожарка приехала, развернулись, уехали. Там дома горят. Навоз мы тушить не будем. Вот и все. С утра полиция обошла поселок. Повреждены 14 домов. В основном побиты крыши и окна. Из жителей никто не пострадал. В оперативном штабе уверяют. Предлагали людям сразу эвакуацию, но те отказались. Опять семей выехали своими силами. Пожар удалось погасить на рассвете. Сейчас проводятся работы по разминированию. Но, как видите, сухая трава по-прежнему тлеет. И над полем стоит вот такой вот дым. На территории самого склада пожарные еще днем заливали очаги огня водой. А уже вокруг спасатели исследовали территорию. Не все снаряды, вылетавшие из-за того холма со склада, разорвались во время пожара. Рядом с осколками и вот эта неразорвавшаяся 120-мм мина. Само село уже тщательно исследовали, выявили 70 снарядов разного калибра. О количестве боеприпасов, находившихся на этом складе, военные не говорят. Как нам стало известно, разорвались 40% запасов. Это те, что хранились в специальных боксах. Большая часть уцелела, поскольку под землей. Сам же склад одной из бригад, тактического характера. Его оборудовали два года назад. Что же стало причиной пожара, военные назвали основную версию. Умышлено или из-за халатности не учли, что сильный ветер перебросит огонь на соседнее село, но поджигателям теперь придется нести уголовную ответственность. А пока идет следствие, разбираются и в том, почему пожар на складе не удалось предотвратить. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. А в зоне АТО за минувшие сутки боевики снизили активность, но потерь избежать не удалось. Один украинский военный погиб, еще один получил ранение. Под вражеский обстрел попали жилые кварталы поселков Зайцево и Гранитное. Противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Германия и Франция готовят совместные предложения по миротворческой миссии ООН на Донбассе в рамках нормандского формата. Об этом заявил уполномоченный немецкого МИДа Андреас Пешки считает, что введение голубых касок может способствовать выполнению минских договоренностей. Но для этого нужно найти компромисс, который устроил бы все стороны. Свой вариант Берлин и Париж вынесут на обсуждение Киева и Москвы. А вот Штаты не собираются присоединяться к нормандскому формату. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины уверен, что ключевыми участниками минского процесса должны оставаться Германия и Франция. И Америка в него ничего не привнесет. Об этом Курт Волкер заявил в интервью «Зеркалу недели». Он поддерживает введение миротворческой миссии на Донбасс и считает, что она сделает возможным проведение там выборов. По мнению Волкера, невозможность провести голосование на Донбассе тормозит выполнение минского процесса. О миротворческой миссии ООН говорил президент Украины во время встречи в Торонто с канадским премьером. Джастин Трюдо заверил, что Канада поддерживает Украину в политике безопасности и обороны, а отвечая на вопрос подробностей, признался, что является горячим сторонником миротворческих операций. Визит президента Петра Порошенко в Канаду продолжается. О его первых итогах Дмитрий Анопченко. Он сейчас в Торонто. Пожалуй, во всем мире мало стран, где Украину поддерживают так, как в Канаде. Не устав от наших проблем и не разочаровавшись, поддерживают не только политики, но и сами люди. А здесь только этнических украинцев, около 4% населения. Переговоры с мегапопулярным тут премьером Джастином Трюдо – это тоже скорее разговор двух друзей. Политики обращаются к друг другу на «ты», по имени, много шутят. Когда выключат камеры и пресса выйдет из комнаты переговоров, смогут говорить абсолютно откровенно. Об экономике, а после подписания соглашения о зоне свободной торговли бизнес ждут большие перемены. И главное – о политической поддержке и военной помощи. Мой вопрос к вам, господин премьер-министр. Дайте ответ. Вот вы лично поддерживаете идею о миротворческой операции для Украины? И, может быть, в будущем канадские военные могли бы принять участие в этой операции под эгидой ООН? Мы очень верим в эффективность миротворцев, и это ситуация, в которой их роль может быть решающей. В ближайшее время мы как раз и будем обсуждать, какой вклад может внести Канада, чтобы ситуация разрешилась и насилие было остановлено. Говоря о миротворцах, я хотел бы всему миру напомнить, сейчас более 400 украинцев участвуют в миротворческих операциях, и сегодня в тяжелое время они нужны самой Украине. И если по итогам американской части визита президента в том, что касается миротворцев, Киев заручился поддержкой Трампа, то Канада, которая сейчас получит председательство не в большой двадцатке, вполне могла бы стать лоббистом этой идеи на уровне джитвоний. Официальная часть визита продолжается сегодня. Это и переговоры с министром иностранных дел Канады Христи Фриланд, и с влиятельными депутатами парламента, но для приезда сюда, в Торонто, у украинской делегации был и еще один не менее важный повод. Invictus Games. Игры непокоренных. Соревнования среди ветеранов, получивших травмы и ранения на фронте. 17 стран, 550 участников, 12 видов спорта, трансляция на 50 государств и впервые украинская команда. Ее чествовали накануне вечером и, пожалуй, никому из участников. Нет столько внимания, сколько к нашим ребятам. Застаться с собой и поверить в себя, чтобы хлопцы продолжали себе делать свою справу. Когда наши атошники дарят президенту футболку, тот передаривает ее Трюдо. И канадский премьер с гордостью показывает надпись «Украина». Соглашаюсь, он тоже в украинской команде поддержки. Здесь же объявили о создании фонда помощи тем, кто пострадал на фронте. И первом взносе 100 тысяч долларов. Свободная торговля, военное сотрудничество, разве что к безвизовому режиму с Украиной. Канада пока не готова. Здесь говорят, что это дело будущего. Но в любом случае создается ощущение, что Украину здесь принимают настолько хорошо, что со стратегическим партнером в Канаде уже определились. Киев даже предлагает новое консульство в Канаде открыть. В Эдмонтоне, где живут 300 тысяч украинцев. Отношения с Оттавой настолько близкие, что президент говорит о новом уровне стратегического партнерства. Мы безмерно благодарны за вклад наших международных партнеров в этот процесс. Мы не пойдем по российскому сценарию, который может оказаться ловушкой. Миротворцы по мандату Совбеза ООН должны быть на всей оккупированной территории. Взять под контроль неконтролируемый участок российско-украинской границы и пресечь проникновение российских войск оружия амуниции. Но дело даже не в том, как формально назвать отношения между странами. Тут чувствуется, что Канада готова в любом случае помогать. Из Торонто Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. На Ябровском полигоне во Львовской области завершились международные учения украинских военных и тренеров НАТО. О самых ярких моментах и о том, каким будет продолжение сотрудничества, расскажет Галина Якушко. Десяток таких вот хаммеров паромами из США доставили на Ябровский полигон специально для международных учений Рэпид Трайдинг. Полсотни бронетранспортеров, боевых машин и еще столько же военных автомобилей задействовала в тренировках Украина. Да и не только наземный транспорт. Вот один из американских самолетов пролетает над полигоном, открывает трюм, сбрасывает багаж. Груз спускается на специальных парашютах, на земле его принимают украинские военные. Так отрабатывают доставку продовольствия в экстренных условиях. Вот есть компотик такой, разводится с водой, тут все. Еще сыр, пирог, какие-то печеньки, очень острые, такие специфические, непривыкшими до ее. А вот в этой палатке посреди соснового леса командный штаб одного из батальонов. Продовольствие сбросили именно для этого подразделения. Здесь координирует работу трех рот, а это почти полсотни человек. Вся информация в зашифрованном виде. Певные цифры, это дается запрос на стан справ, и певные цифры, это ответ, або все доброе, або есть проблемы. Проигрывается несколько вариантов действий в одном направлении, но разными путями. Где выбирается один из лучших, где меньше всего понесет личный состав потерь, будет затрачено меньше всего ресурсов. Украинские военные говорят, полученный опыт смогут использовать в зоне АТО. У них очень хорошо отработается блокирование операторов. У них очень интересная тактика в том, что зачистки траншей противника. Когда я сюда ехал, то уже знал, что украинские военные очень профессиональны. У них больше 20 лет собственная армия. У них есть огромный военный опыт на востоке Украины, и мы учимся у них. Двухнедельные учения Рэпид Трайден подошли к концу. Теперь на Явровском полигоне ждут новых тренеров из США, Канады, Польши и Литвы. Они будут обучать украинских военных следующие 55 дней в рамках программы JMTGU. Галина Якушки, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львовская область. Судья Кировского районного суда Геннадий Подберезный, подкупавший Назара Холодницкого, взят под стражу. С возможностью залога в 5 миллионов гривен. Такую меру пресечения ему избрал Печерский райсуд столицы. Об этом сообщили в ГПУ. Напомню, сотрудники ГПУ и СБУ задержали Подберезного позавчера вместе с его бывшей коллегой Натальей Овчаренко. Они предложили руководителю САП Назару Холодницкому прямо в его кабинете 300 тысяч долларов за закрытие уголовного дела в отношении Овчаренко. Взяли их на горячем при передаче первого транша 50 тысяч долларов. Новые детали в деле об убийстве депутата Миргородского гурсовета, свободовца Олега Супруненко. Напомню, его жестоко убили в июле этого года. Неподалеку от дома Супруненко избили неизвестные. 26 дней он пробыл в коме и умер, не приходя в сознание. Задержаны трое подозреваемых. Один из них – коллега убитого, депутат гурсовета от радикальной партии. О ходе расследования и версиях преступления в материале Светланы Шекеры. Предполагаемых убийц депутата Миргородского гурсовета, свободовца Олега Супруненко, полиция задержала через полтора месяца. Оперативным шляхом работали, напрацевали информацию и реализовали эту данную информацию. Две особые затриманы в статье порядка 208. А на этой неделе задержали коллегу убитого, депутата гурсовета, члена радикальной партии Хачатура Хачатряна. Его подозревают в причастности к убийству Супруненко. Наразі ему, а також двум іншим спільникам повідомлено про підозру. Вже двум підозреваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Стосовно підозреваного депутата судовий розгляд триває. Это жестокое убийство в Миргороде обсуждають до сих пор. Миргород гудів, район гудів, це однозначно жаль хлопця, правильний був. В суде подозреваемый Хачатур Хачатрян попросил переводчика, мол, не понимает український. Это заявление, по мнению нардепа Андрея Ильенко, можно расценить как признание в том, что гражданство Хачатрян получил незаконно. Ведь все претенденты на гражданство сдают экзамен по украинскому языку. На своей странице в Фейсбуке Ильенко опубликовал обращение к миграционной службе с просьбой лишить Хачатряна украинского гражданства. Депутаты Миргородского гурсовета подтверждают, Хачатрян получил гражданство аккурат перед выборами 2015-го. У радикала Хачатряна спортивный бизнес. В своем клубе занимается с молодежью пауэрлифтингом. Но использует спортсменов не только на соревнованиях. Например, говорят жители Миргорода, чтобы охранять мэрию от митингующих. Он спортсмен. На жаль, в нашей стране иногда спортсмены, вместо того, чтобы проводить здоровый способ жизни, делают какие-то банды и очоливают их, и потом терроризуют места. Однопартийцы и друзья считают, мотивы убийства Олега Супруненко политические, поскольку в гурсовете Яро выступал против местной тарифной политики. И обращают внимание на неразборчивость радикалов, принявших в свои ряды человека с сомнительным статусом. Следствие сейчас прорабатывает несколько версий, в том числе политическую. Светлана Шикера, Ольга Теребинская, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Полтавская область. Очередная попытка полиции остановить нелегальную добычу янтеря в Ривненском заповеднике провалилась. Напомню, в лесах, вблизи Белого озера, из-за деятельности старателей, настоящая техногенная катастрофа. Пострадали десятки гектаров земли. О несостоятельности властей, бездействии райотделов и беспредели селян Инна Белецкая. Десять тысяч лет назад тут была пастель. И сейчас, за несколько лет, человек превратит на десять тысяч лет назад станет в Килле. Красота Ривненского заповедника завораживает. А с воздуха тысячи гектаров девственного леса с огромным глицериновым озером посередине выглядят вот так. И будто шрам лес пересекает канал. Почти триста метров прорыли экскаватором старатели, чтобы добыть воду для работы мотопомп. Полиция наведывалась сюда не раз. В одном из ночных рейдов побывали и мы. Тогда местные жители заблокировали силовиков вместе с несколькими десятками бойцов из оперштаба, угрожая расправой и требуя отдать изъятые мотопомпы. Селяне разобрали мост и орудия труда пришлось отдать. Уголовное производство открыли в райотделе, но к ответственности никого не привлекли. Затем закрыть канал пытались по приказу главы администрации. Вот так встретили лесников и полицейских местные. Сопротивление полиции, заблокированная техника и снова никто из местных не отвечает перед законом. С ними договариваются. Пробовали заревать, но приехали. Первая проба не удалась, перекрыли дорогу Більской воли. Другая проба удалась закопать 70 метров тут. И что дальше? Далее приехали люди в маски и снова работа стала. Я чувствую, что есть договаривание, чтобы закопать полностью тут. Так бы от местных, так бы они погодились, чтобы полностью этих 280 метров закопать. Но это территория заповедника и с ними нужно договариваться. Ну так, что сделаешь? Приступить к работам по ликвидации траншеи планируют уже с понедельника. По слухам, причина внезапной сговорчивости местных в обысках, которые наконец провели полицейские в домах старателей. Но, по словам экологов, уникальным лесам уже нанесен непоправимый ущерб. Это не единственное место в Ривненском заповеднике, куда добрались старатели. Солнечный камень стал настоящим проклятием. Его добывают везде, обезвоживая реки, колодцы и озера, уничтожая поля и леса, портя дороги и линии электропередач. После варварских действий нелегалов Полесье уже никогда не будет прежним. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривненская область. Участники митингов Вадима Рабиновича жалуются, что им снизили оплату. Напомню, нардеп уже пару недель собирает, как на работу, возле Нацбанка псевдовкладчиков. Подробности рассказывали, как проходит организация подобных акций и сколько стоит час такого протеста. Сколько же не доплачивают митингующим, далее в сюжете. Эти фестивали под НБУ уже стали частью пейзажа в правительственном квартале. Его участники слава понимают цель своего протеста. Потому что пенсия у нас от мертвого ушла в уши, чтобы попробовать кафе с уши. Зато публика на митинге точно знает, кто заказывает эту музыку. Мы сюда пришли за жизнь, за Вадима Рабиновича. Как и за сколько Рабинович устраивает акции под Нацбанком, уже не секрет ни для журналистов, ни для общественности. За такой протест участникам платят, хоть и не сильно щедро. Кто поважнее, тому больше. Кто не такой важный, тому поменьше. Я шел в колонию, слушал это, потом пришел на место, смотрел, как им всем раздают эти флаги, баннеры. Они, кажется, за деньги стоят. Тут три смены есть, какая-то смена 100 гривен, еще какая-то стоит 250, а если три смены подряд, то 500. В соцсетях не раз появлялись видео, как раздают деньги митингующим псевдовкладчикам. На камеру телефона некоторые даже жаловались, что оплату за час работы на митинге снизили. А в те разы было и 100, и 90. Так почему, да, вот мы не понимаем. Каждый день по-разному. Потом вкладщица все-таки согласилась, что на этот раз на сотню не дожали. Плохо сегодня. Вчера лучше было. Да, вчера лучше. Я что, я же там уже рядом, я же все знаю. По подсчетам журналистов, пара недель так называемого «шатун Майдана» обходится почти в 25 миллионов гривен. Сам же нардеп акции по ДНБУ объявил бессрочными. Никакого депутата не можно назвать бедной человеком. И они, в принципе, готовы вкладывать большие деньги в такие проплаченные акции, для того, чтобы, когда будут наступные выборы, они могли спокойно прийти до Верховной Ради. Интересно, с чего кармана идут деньги на митинги Рабиновича. Ведь в его декларации о доходах такие расходы не значатся. Германия готовится избрать новый Бундестаг. Голосование начнется завтра в 8 утра, а уже в 6 вечера участки закроются и будут обнародованы первые данные экзит-полов. Чего ждать от выборов в самой влиятельной стране ЕС? И есть ли шанс у Мартина Шульца сместить Ангелу Меркель, расскажет Татьяна Лагунова. За день до голосования Германия в предвыборных плакатах. Кто только не хочет попасть в Бундестаг. В гонке участвует рекордное число партий 42. Среди претендентов есть даже партия Разума, веганы и седовласые. Но при таком, казалось бы, богатстве выбора, реальные шансы пройти в немецкий парламент есть всего у шести политических сил. И исход голосования практически предрешен. Ангела Меркель накануне выборов лично угощает кофе с булочками сотрудников своего предвыборного штаба. Они поработали на славу. Завтра христианские демократы могут рассчитывать на 36-37% голосов избирателей. А это значит, Меркель с вероятностью 99,9% останется канцлером Германии на четвертый срок. Но тем не менее, она намерена бороться до конца за каждый голос еще не определившегося избирателя. Мы должны еще поговорить со многими людьми. Конечно, часто встречаешь избирателей, которые уже проголосовали по почте, и выборы для них позади. Но тем не менее, очень многие признаются, что и решат, за кого голосовать в последние минуты. За каждый голос борется и глава социал-демократов, бывший президент Европарламента Мартин Шульц. Хотя его шансы сместить Ангелу Меркель практически равны нулю. СДЭКи могут рассчитывать разве что на роль партнера христианских демократов в большой правящей коалиции. Либо возглавят оппозицию, если блок Меркель пойдет на союз с либералами и партией зеленых. Моя борьба не самоцель, я не борюсь за результаты социологических исследований, нет. Я борюсь за наши убеждения и принципы, за вас, людей нашей страны. Впрочем, и христианские, и социал-демократы на этих выборах агитируют не только за себя, но и против. Против партии, которая, согласно опросам, впервые пройдет в немецкий Бундестаг. Это правые популисты – альтернатива для Германии. Они требуют закрыть границы страны, отменить санкции против России, отказаться от евро и вернуть в оборот дойчмарку. Социологи прогнозируют, что альтернативщики могут набрать 11% голосов и станут первой правой партией, которая попадет в немецкий парламент после окончания Второй мировой войны. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала «Интер». Венгрия попросила ООН провести расследование по украинскому закону об образовании. Министр иностранных дел страны считает, что в нынешнем виде документ нарушает права национальных меньшинств, противоречит международным нормам и конвенции ООН. Петер Сиярта с трибуны Генассамблеи ООН призвал Верховного комиссара по правам человека проверить закон. Напомню, из-за протеста ряда стран Киев уже направил закон об образовании на экспертизу в Совет Европы. Поддельное образование. Скандал с дипломом Вадима Костюченко, вице-президента Федерации футбола Украины, обрастает подробностями. В Киевском политехе рассказали, что студентом вуза Костюченко не был, а именно корочка КПИ впоследствии помогла чиновнику в карьерном росте. И это не секрет для правоохранительных органов. Почему? Все знают и молчат далее в материале. Вице-президент Федерации футбола Вадим Костюченко никогда не сидел на студенческой скамье Киевского политеха. И диплом его липовый. Это подтвердила управляющая делами вуза Яна Цимбаленко. В интервью одному из медиа она заявила, что Костюченко не числился ни в одном списке студентов, которые выпустились в 97-м году. И диплом ему вуз не выдавал. А именно этот документ, датированный 1997 годом, открыл путь для Костюченко и в магистратуру КИМО, и в Национальную академию госуправления при президенте. Позже фальшивка, как счастливый билет, сопровождала чиновника на всех государственных должностях. И он, опытный функционер, два года был заместителем министра по делам семьи, молодежи и спорта, потом директором департамента МинАПК. И тут логичный вопрос. Неужели никто ранее не проверял документы о его образовании? Как выяснилось, еще три года назад дело о подделке документов Костюченко расследовала Киевская прокуратура. И это нам подтвердили. Но потом передали областной. В областной прокуратуре, куда мы 10 дней назад также отправили запрос, что же все-таки с расследованием, нам пока не ответили. Что же грозит Костюченко? Если его вина будет доказана, по мнению экспертов, он вполне может угодить за решетку. Но похоже на нынешний шеф Костюченко, президент Федерации футбола, Андрей Павелко о проверках даже не помышляет. Непонятно и то, как он взял в замы человека, которого правоохранители подозревают в подделке документов. Ответы на эти вопросы мы хотели услышать от представителей Федерации. Но и там тянут с комментариями. Обещают уже почти две недели. Похоже, Андрею Павелко не очень хочется с нами общаться. Юлия Жишко, подробности, телеканал Интер. Футбольные обновки в гардеробе Папи Римского блокбастер от Билла Клинтона и огород Меландии Трамп. Об этом в нашем обзоре. Экс-президент США Билл Клинтон дебютирует в кинематографе. По его книге снимут триллер. Роман под названием «Пропавший президент» еще даже не появился в продаже. Но право на его экранизацию уже выкупила кабельная сеть «Шоу Тайм». Книгу экс-президент пишет в соавторстве с известным писателем Джейнсом Паттерсоном. Обещает рассказать о тех деталях политической жизни, о которых может знать только глава государства. Первая леди США засучила рукава Меланья Трамп. Вместе с несколькими местными школьниками взялась за огород Белого дома. Посадили лук, капусту, морковь и шпинат. Эти грядки остались Меланье в наследство от Мишаль Обамы. Та была сторонницей здорового питания. В качестве рабочей формы жена миллиардера и президента Дональда Трампа выбрала рубашку за тысячу долларов. В ожидании Брекзита британский актер Кулин Ферд получил паспорт Италии. Таким образом, даже после выхода родной страны из Евросоюза, он сможет пользоваться всеми привилегиями европейца. Супруга Ферда итальянка, у их сыновей тоже итальянское гражданство. От британского паспорта оскароносный актер не отказывается. Теперь он обладает двумя гражданствами. В кино Кулин Ферд прославился своими ролями истинных англичан. Обновка в гардеробе Папы Римского. В подарок от президента Перу он получил форму национальной сборной по футболу. Глава католической церкви, страстный поклонник футбола. Подарок символичен еще и потому, что в начале октября команда Аргентины, родины Франциско, встретится с футболистами Перу в отборочном турнире чемпионата мира. Пока гром не грянет, туристы на Бали продолжают загорать и купаться, несмотря на объявление наивысшей степени опасности на острове. Вулкан Агунг на грани извержения. В последний раз это случалось в начале 60-х. Тогда погибли более тысячи человек. Из района возможного извержения уже эвакуировали около 10 тысяч туристов. Идут на рекорд. В Индии создали самую высокую статую богини Дурга. Это одна из самых популярных богинь в иудаизме. По одной из версий она супруга верховного бога Шивы. Обычно Дургу изображают в виде десятирукой женщины. Но в этот раз решили обойтись двумя руками. Скульптуру смастерили из бамбука и высотой она с десятиэтажный дом. Эта статуя должна войти в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая скульптура из бамбука в мире. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера. Увидимся завтра.